Приветствую вас, Екатерина. Значит, в том, что касается ваших эмоций, в том, что касается вашего взрывного характера, я думаю, что тут, в принципе, реально с этим поработать и реально всё исправить, реально всё подкорректировать. Вот, если у вас есть, конечно, такое желание, вот, потому что, ну, с эмоциями можно работать, с эмоциями нужно работать, вот, чтобы они выражались всё-таки, ну, более естественно, да, более корректно, более, так сказать, эффективно. Вот. Это первое. Это первое. Что, что касается эмоций, то есть работа с эмоциональным интеллектом, это, в общем-то, в общем-то, можно и нужно. Вот. Значит, что касается парня, вот, что касается парня, то забыть отношения, в которых ты находился, ну, какое-то время, да, на самом деле, не так легко, вот, забыть отношения. И я думаю, что ваш мужчина, ну, ему действительно не всё равно, вот, я думаю, что ему действительно не плевать на вас, вот. И я думаю, что у него действительно остались к вам какие-то чувства, потому что, если бы это, если бы он просто хотел, там, например, развлекаться, да, если бы он просто хотел, то он бы вёл себя совсем иначе, он вёл бы себя совсем по-другому, он вёл бы себя, ну, совершенно и абсолютно не так, как. Как он вам, например, мог, допустим, продемонстрировать, ну, как он себя проявил здесь, вот. Понимаете? Поэтому я думаю, я думаю так, что у человека действительно остались к вам какие-то чувства у человека, действительно остались к вам какие-то эмоции, вот, я так думаю, по крайней мере, и я думаю, что вам нужно решить, значит, самой, чего вы хотите дальше, что вы хотите сделать, ну, в дальнейшем, как вы хотите действовать, как вы хотите вести себя дальше, вот, ну, чего вам хочется, вот, что вам нужно и так далее, вот. То есть, поискать, например, причины, по которым вы могли расстаться с своим молодым человеком, да, вот. А, ну, как вообще так вот получилось, что вы расстались со своим мужчиной, вот. И, вы знаете, я более, вот, я более чем уверен, что все можно вернуть. А, ну, что можно все исправить, если у вас есть такое желание. Я думаю, что и у мужчины такое желание тоже есть, просто, зная, например, ваш характер такой взрывной, он, может быть, ну, может быть, он устал, а, просто, просто устал. Ну, как-то, ну, как-то с вами, ну, в отношениях находиться, вот, может быть, он устал. А, может быть, есть какие-то еще моменты, которые отравляют жизнь ему, вам, например, да. Вот. И это, в общем-то, в общем-то, тоже довольно-таки, ну, серьезная проблема, серьезная трудность. Вот. Понимаете? То есть тут вот все упирается вот именно в то, готовы ли вы делать что-то. Вот. Для того, чтобы всю ситуацию исправить. Мне кажется, что наряду с тем, что вы эмоциональны, вот, достаточно, вы все же, мне кажется, не уверены в себе. Вот. И это нужно учитывать обязательно. То есть сначала, прежде чем вступать в отношения с человеком, я думаю, 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 что можно разобраться в себе, вот, постараться понять, что вы хотите, нужно, вот, постараться понять, где ваши чувства, с чем они связаны, вот. И дальше уже можно будет двигаться, дальше уже можно будет двигаться, вот. А я думаю, что такой, примерно, ответ вам можно дать. Вот. Естественно, наверняка, вам никто не ответит, потому что это нужно человека знать хотя бы, да, то есть, может ли он, например, использовать вас, может ли он вам, там, допустим, допустим, отомстить, да, вот, может ли он это сделать, или нет. Вот. То есть, соответственно, если может, то он, это один момент. Если не может, да, то это другой момент, ну, другая история. Вот. А тут все зависит исключительно от того, как, 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 какие люди, какой он человек. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.